7 лет назад ответственность за пьяное вождение в Беларуси стала жестче. Штрафы выросли до 100 базовых. Если по вине водителя погибли люди, лишиться свободы можно на 10 лет. А еще конфискация транспортного средства. Действительно, наказание суровое, но меры, как показало время, себя оправдали. Количество ДТП с участием нетрезвых водителей стало снижаться, как и число жертв. Но есть до сих пор те, кто садится за руль под градусом. Чем чреват такой поступок в репортаже Елены Соловьевой? Пьяный мотоциклист гнал 130. При обгоне задел попутную машину, погиб сам и лишил жизни водителя автомобиля. Выпивший бесправник сел за руль и вылетел в кювет. В машине был его 13-летний сын. Он до сих пор проходит лечение. Я думала, что я умру. Вот так. Боялась потеряться. И надумала, что уже все. 29 июня навсегда черный день в календаре семьи Эйзенгравдин из Климович. Беда случилась в прошлом году. Братья Егор и Паша играли на улице. В частный сектор машины ездят редко. Ничто не предвещало беды. В какой-то момент выпивший сосед решил сесть за руль и покрасоваться перед друзьями. Водитель понял, что случилось. И вместо того, чтобы помочь мальчику, бросился бежать. Я справилась по хозяйству и уже вела корову назад на патвисище. И в этот момент подбежал ко мне второй сын мой и сказал, что мама Егора сбила машина. Прибежала, сын лежал вот здесь на траве, велосипед рядом. Пчекла с головы кровь очень сильно. Виталия Напреенко нашли вечером. Задержание, суд, извинения семья так и не дождалась. Вместо них несогласия с приговором апелляция не помогло. 35-летний преступник получил 6 лет колонии общего режима, максимальный штраф 100 базовых величин, а также лишился прав на 5 лет. В 2013 году ответственность за пьяную езду стала строже. Значительно увеличился размер штрафа, лишение свободы до 10 лет конфискации автомобиля. Эти меры действительно дали результат. Например, в Могилевской области количество пьяных аварий снизилось вдвое. Но тем не менее наметилась тенденция о том, что количество этих пьяных ДТП в принципе остается последние 2-3 года на том же уровне. Точно так же и выявляемых количеством водителей последние годы, многочисленные эти выявления остаются на том же уровне. Алкоголь плюс скорость равно трагедия. 152 километра в час. Именно столько гнал могилевчанин на БМВ ночью 9 июля. За несколько секунд до ДТП его скоростной рекорд зафиксировала камера. В крови больше 2 промилле алкоголя. Не справился с управлением, влетел в столб. Водитель до сих пор в больнице, пассажир, его двоюродная сестра. В результате дорожно-транспортного происшествия 27-летней пассажирке автомобиля были причинены телесные повреждения, от которых она скончалась на месте происшествия. Если вы стали очевидцем данного дорожно-транспортного происшествия, просьба сообщить об этом в управлении Следственного комитета по Могилевской области. Выпил и сел за руль. Все чаще такие нарушения фиксируются именно в городах, а не в сельской местности. Под градусом машины также управляют девушки и женщины. Это одна из трех могилевских стоянок, где временно находятся автомобили-нарушители. Сейчас здесь примерно 200 машин. Треть – транспортное средство водителей, которые сели за руль в пьяном виде. Самый большой в истории штраф за пьяную езду выписан в Японии – 2,5 миллиона долларов. В Беларуси тоже задумались об очередном ужесточении ответственности и ее дифференциации. Документ подготовлен и уже находится в парламенте. Если состояние алкогольного опьянения будет в пределах от 0,3 до 0,8 промилле, то за это будет предусмотрен штраф в размере 100 базовых величин и лишение права управления транспортными средствами на три года. Если же концентрация алкоголя превысит 0,8 промилле, то за это будет предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере 200 базовых величин и лишения права управления транспортными средствами на пять лет. Прошел год, но Егор до сих пор полностью не восстановился. Осталась легкая хромота, после перелома случаются головные боли из-за травмы. А еще мальчик стал бояться машин и всегда крепко держит маму за руку. Конечно, Екатерина, которая едва не потеряла ребенка, желала бы самого жесткого наказания для преступников. Одно радует – сын остался жив, а ведь могло случиться непоправимое. Потому самое большое желание матери – никогда не встретиться на дороге с пьяным водителем. Елена Соловьева, Элла Курила, Владимир Недобоев. Наши новости. Могилевская область.